Когда я встречаюсь с ребятами, а я стараюсь это делать как можно чаще, то я всегда выясняю их мнение по самым разным вопросам. И вот я, в частности, узнал, что ребята очень любят волшебников. Этого человека с уставшими глазами и доброй улыбкой называют главным сказочником 20 века. В 1966 году авиаинженер Эдуард Успенский написал детскую повесть про необычное существо, которое назвал Чебурашкой. Опять чебурашнулся. Фу ты, Чебурашка какой! Простая история о том, как звери ищут друзей, сделала Эдуарда Успенского знаменитым. Успенский стал единственным детским писателем из России, которого знает весь мир. Его книги читают в 25 странах мира. А в Японии создан фан-клуб Чебурашки. Это я, Чебурашка. И в комнате появился какой-то неизвестный зверь. Весной 2020 года Российская государственная детская библиотека объявила об учреждении премии имени Эдуарда Успенского. Но вслед за этими сообщениями разразился громкий скандал. Дочь писателя попросила не называть детскую премию именем тирана и садиста. Я его писателем не считаю. Писатель – это какие-то чувства, да, это какое-то сопереживание. А он превратился в дельца без эмоций, без каких-то чувств, без понимания того, что у людей могут быть какие-то чувства. Я сам по себе мальчик, свой собственный. Татьяна Успенская обвинила отца-сказочника в самых страшных грехах. Она уверяла, что он ее не любил, морально уничтожал и даже сдал на несколько лет в одну из самых опасных сект 80-х – общину Виктора Столбуна. Виктор Столбуна он избивал очень сильно некоторых. И вот эта вот травля, вот эта вот борьба за власть, доносительство, да, вот это вот… Там ни на одну минуту нельзя было расслабиться. После таких откровений многие знакомые Эдуарда Успенского признались. Создатель Чебурашки был не так прост. С экрана на нас смотрел сказочник с доброй улыбкой. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши друзья. Но за этой доброжелательной маской прятался человек, который мог уничтожить любого, кто шел против его воли. Жадина, садист и алкоголик. После признаний дочери Татьяны выступил и пасынок Эдуарда Успенского от его третьей жены. Владислав не стеснялся в выражениях. По его словам, детский сказочник ненавидел детей. Ненавидел он нас всех. И издевался он над всеми. Я не могу сказать, что он не любил меньше, чем своих детей. Своих детей он тоже не любил. Это правда. Здравствуйте, уважаемые мальчики и девочки. Здравствуйте, юные граждане. В ту ночь маленький Владик спал в своей спальне. В комнату увалился Успенский. От него пахло перегаром. Вставай, велел он пасынку. На часах было три ночи. Ты украл мою бутылку. Пойдем теперь искать. Целый час пьяный писатель гонял мальчишку по своему загородному дому. Даже жена не могла его успокоить. Вот он его будет. И пинками практически. Где моя бутылка? Начинается ор. Я подбегаю. Какая бутылка? Зачем ты ребенка? Я знаю, это он спрятан. И вот это начинается беготня по дому. Значит, что Влад вроде должен найти эту бутылку. Это был кошмар. Ну и что? На утро он мне говорит. Ой, слушай, вспомнил. Я вчера все-таки одну бутылку купил. Однако нашлись и те, кто посчитал эти откровения ложными. Ведь Успенский обошел многих родственников с наследством. И, возможно, в них попросту заговорила обида. Но даже самые преданные друзья Успенского признают. Писатель действительно много пил. Каждый день с утра на столе появлялись две бутылки вина. И к вечеру они уже были пусты. Периодами Эдуард уходил в более страшные запои. Именно в пьяном угаре и родился знаменитый чебурашка. Может, это был монстр из алкогольного бреда Успенского? А может, это сам Эдуард? Одинокое и никому непонятное существо. Никаких чебурашек нет. Значит, вы не будете со мной дружить? Я слышал, что его бил в детстве отчим. И, возможно, что это как-то повлияло на его психику. Что вот он, так сказать, стал таким психопатом. Эдик был средним братом в многодетной семье. Отец работал в ЦК партии, но рано умер от туберкулеза. Воспитанием троих сыновей занималась мать. Все уходили на работу в 10-11 утра, и все проходили в 10-11 вечера домой. Никакого влияния мой дорогой папа и моя дорогая мама на меня не имели. Главным воспитателем был двор. Матерь был безобразный характер. Никого она особо не любила. Была иногда очень злой, сердитой. Я помню, она как мыла в коридор, а мы раскакивали. Так она прямо, эта тряпка мокрая, за нами гонялась. Больше всех доставалось именно Эдику. Мать злила то, что ее сын растет не таким, как все. Посмотри, он опять какие-то сказки строчит. Жаловалась она отчиму. Тот, недолго думая, хватался за ремень. Сейчас я из него всю доль выбью. Мать смотрела, как он, аж, лупит Эдуарда. И не заступалась, только кричала. Ну, такова жизнь. Кому-то он, аж, во время детства получает доброту, любовь. А кому-то безразлично. Он с детства усвоил, скандалы и унижения – это норма. Мать не смогла дать сыну главного – любви. Поэтому взрослый Успенский так и не научился сам любить. Его собственные демоны сжирали изнутри. Он что-то добивался, он добился, что он стал очень известным, что его на улице узнавали. В общем, за все, что он брался, все у него удавалось. Но он был… он не мог любить. Он сам никого не любил, и его никто не любил, понимаете? Давай, иди сюда. Не бойся, не бойся. Это телевидение. Скажи, Эдик, скажи, Эдик. Эдуарда Успенского по праву называли самым дорогим детским писателем. Только образ Чебурашки приносил ему миллион долларов в год. Дома в Переделкине, на Рублевском шоссе, в Анапе, Риге, несколько квартир в Москве. В творческой среде ходили легенды о фантастической работоспособности Успенского. Он успевал писать книги, сочинять сценарии мультфильмов, которые становились настоящими хитами. Успенский стал автором известных всем радионяни, об ВГД-ке и передачи «В нашу гавань заходили корабли». И почему близкие Эдуарда уверяют, что именно деньги превратили его в бездушного тирана и деспота? После смерти писателя его дочь выступила с заявлением, что отец ненавидел собственных детей, а к концу жизни переругался со всеми друзьями. Все началось еще в 70-х, с безобидного желания восстановить справедливость. Его сказки запрещали печатать. Он писал бесконечные письма в ЦК КПСС и яростно ругался на редколлегиях. Мне говорили, что вы думаете, что вы пишете. Вы понимаете, у вас действия происходят на крыше генерального штаба. Я говорю, ну и что? Нет. Генеральный штаб? Я говорю, да. Мои герои там оказались. Ну и что? Нет, вы сумасшедший. Вы понимаете, этого нельзя? Я говорю, не понимаю. Все, Эдуард, Эдик, не ходите к нам. Не приходите больше с этим. В 80-х Эдуард начал бороться за права на собственных персонажей. По сути, он стал первым автором, который смог отстоять в суде свои интересы. В 2007 году в Москве все обсуждали ссору двух коллег. Создатель Чебурашки, писатель Эдуард Успенский судился с тем, кто воплотил это существо на экране, мультипликатором Леонидом Шварцманом. Чебурашка стал популярен во всем мире именно таким, каким его создал художник. Успенский в своей книге описал совсем другое существо. С огромными желтыми глазами и хвостом, как у медвежонка. Большие уши Чебурашки придумал Шварцман. Вначале он сделал эти уши сверху, потом он стал опускать их. И благодаря тому, что получился такой зверь, Успенский потом заработал огромные деньги. Шварцман не получил ни копейки. Он к нему пришел и сказал, Эдик, ну давай, я же тоже создатель Чебурашки. Именно я придумал этот образ, но хоть что-то я могу. Успенский сказал, нет, все мое, ты ничего не получишь. Есть два врага. Первый – завистники, второй – авторы. Все претендуют на Чебурашку. Значит, вы книжку видели мою? Кто ее написал? Ашан Саич Пушкин, да? Я написал, да? Понятно. Значит, кто придумал Чебурашку? Все. Все остальные люди могут претендовать на какую-то другую долю. Я не понимаю, почему они все хотят денег. О скупердяйстве и прижинистости Успенского знали все. Он с боем отстаивал каждую копейку. Успенский был четыре раза женат. Причем его вторая супруга Елена стала и четвертой. Эдуард вернулся к ней от третьей жены Элеоноры Филиной спустя почти 10 лет. Элеонору Филину Успенский вспоминать не любил. Так же, как и первую супругу Римму. В одном интервью Эдуард и вовсе признался, что списал с Риммы старуху Шапокляр. Я помню, в детстве еще папа с мамой ругались, и я сжималась, это был какой-то кошмар. Кошмарные воспоминания. И мне было намного легче с кем-то одни. Татьяна вспоминает, как любил ездить с папой на его встречи с другими детьми на дачу. Дома творился настоящий ад. Мать закатывала скандалы, отец запирался в кабинете. Долгие годы Татьяна была уверена. В том, что семья потерпела крах, виновата Римма. Но правда оказалась страшнее. С ней, как бы он нас рассорил. Я с ней была всю жизнь в плохих отношениях. Я ее не уважала. Я считала, что... Я смотрела на нее его глазами. И только, когда он умер, наверное, уже последние годы, я стала сопоставлять что-то. Я так понимаю, что он пил, изменял. Римма выхватывала из рук мужа очередную бутылку вина и вышвыривала в окно. Но возмущенный Успенский кричал в ответ, а иногда просто громко хлопал дверью и исчезал на ночь. Я говорю, Эдварь Николаевич, а что вы разошлись с тетей Риммой, с мамой Таней? Он говорит, понимаешь, я, говорит, в то время пил, а она мне пить не давала. Я, говорит, я ей говорю, я деньги зарабатываю. Ты не работаешь, ты дома сидишь. Я деньги зарабатываю. Мои деньги, что хочу, то и делаю. Хочу пить, пью. Успенский развелся с Риммой в 1980-м и уговорил дочь Таню остаться с ним. Ей тогда было 12 лет. Она не догадывалась, что скоро ее жизнь превратится в настоящий ад. Скажите, пожалуйста, вы любите страшные истории? Да. Вы в этом уверены? Да. И не боитесь? Нет. Он меня привел к Столбуну. Отец хотел, наверное, как я понимаю, от алкоголизма избавиться, стать спокойнее. Ну, там каждому обещалось многое. Виктор Столбун – психотерапевт и мошенник. В 70-х годах прошлого столетия открыл частную клинику на базе старого санатория в подмосковном Дмитрове. Он утверждал, что может исцелять все – от депрессии до рака. Лечил своих пациентов электрическим током и уникальной методикой, состоящей из унижений, коллективных издевательств и групповых избиений. Татьяна Успенская провела в секте несколько лет. Она до сих пор не любит вспоминать все пережитые ужасы. Я туда бежала. Просила, там отправили нас за продуктами, нашу бригаду, мы в поле работали. Вот, с двумя мальчиками. Я им все накупила, я им купила билеты в автобус, а мама посадила их в автобус и сказала, что у меня надо в туалет. И побежала на электричку. Без всего. Без денег, без своих вещей. Под воздействием Виктора Столбуна ее отец менялся на глазах. И так вспыльчивый он и вовсе перестал контролировать эмоции. Кричал, визжал. Простая мелочь могла вывести его из себя. Стал грубым. Вторая жена, Лена Борисовна, она целиком за, она никогда поддерживала его и даже в чем-то вот эту агрессию она направляла. С Еленой Успенский познакомился в буфете «Союзмультфильма». Ему тогда было 42 года. Эдуард подарил девушке свою книжку. Та раскрыла ее и тут же принялась хохотать, чем и покорила сердце Успенского. Лена закрывала глаза на истерики, запои, измены. Но вот дочь Успенского от первого брака, Татьяну, ненавидела от всей души. При этом сам Эдуард в их отношения не вмешивался. Папочка моя, он очень зависел от людей, которые рядом, да, и у него, какая была рядом жена, да, такой как бы быт нарисовывался. Однажды одна девочка сидела дома, и вдруг по радио говорят, девочка, девочка, прячься с кладбища, выехал гроб на колесиках, он ищет твой дом. В тот день семья собралась за ужином. Лена ласково подкладывала Эдуарду котлетки. Но едва за добавкой потянулась Таня, резко закрыла блюдо крышкой. Одну ты уже съела, хватит с тебя. Иди посуду мыть, вдруг подхватил Успенский. А то только жрешь в три горла, никакой пользы. Таня унижалась, просила прощения. Но с каждым днем отец становился все агрессивней. Хватало какого-нибудь пустяка, чтобы он вспыхнул. Бил, он ее под стол мог загнать. Заволся ее мог. Он ее в 20-градский мороз на улицу выкинул, так сказать, в пижаме. А там минус 20. Она к соседям побежала, чтобы не умереть, чтобы не замерзнуть. Он был очень жален. Это было что-то такое патологическое. Он едет, машину покупает новую, да, за границу. А мне привозят какую-то вещь из секонд-хенда, которая доллар стоит, да, такую ношеную. Я у них, в принципе, превратилась там, вот, я прожила с ним 7 лет, пока замуж не вышла, 7 или 8. Я превратилась в такую какую-то, даже не золушку, уборщицу, да. То есть я не могла ничего попросить. Некоторые друзья Успенского искренне удивляются подобным откровениям. Они считают, что дочь просто оговаривает отца. Лена Успенская не могла иметь детей. И супруги действительно удочерили двух девочек. У обеих были заболевания, связанные с патологией почек. Эдуард занимался с ними дома сам. Помощница Эдуарда Успенского уверяет, что это был действительно парадокс. Детский писатель не любил собственную дочь, но к приемным девочкам относился очень внимательно. Я не знаю, в связи с чем это, но, может быть, то, что они тоже были больные, болели. И, может быть, он к больным людям, вот как-то он относился, да, более или менее сострадательно. Но и этого сострадания хватало ненадолго. Эдуард был еще женат на Елене, когда в его жизни появилась другая женщина. Тиран и деспот безумно влюбился. Развод со второй супругой не обошелся без скандалов. Писатель отказался платить алименты своим приемным дочкам и отобрал у них квартиру в Москве. 2013 год. В Москве шел громкий судебный процесс. Известный писатель Эдуард Успенский подал иск против своей третьей жены. 7 миллионов рублей, как компенсация за годы, проведенные с ним в браке. 12 лет. Вся Россия любовалась звездным дуэтом. Элеонора Филина и Эдуард Успенский вместе вели программу «В нашу гавань заходили корабли». Именно он сделал ее звездой. Но что творилось за дверями их красивого особняка, знали лишь самые близкие. И недавание денег, и оскорбление, и давление всяческое, какое только может быть, потому что он известный и богатый. Я устала от этой злобности, от этой бесконечной скандали. Но ведь все начиналось по-настоящему сказочно. Когда Эдуарду представили нового редактора его программы «В нашу гавань заходили корабли», он обомлел. Эта женщина была воплощенной в реальности мамой дяди Федора, героя его мультфильма. Элеонора Николаевна – замечательная лисьмец, конечно. Не вижу ее. Три дня у нас упорозненько мотаемся, уже мне скучно становится. Их роман длился почти 10 лет. И, наконец, Эдуард и Элеонора поженились. Но едва она переступила порог их общего дома, счастье закончилось. Вы знаете, как я говорю, вы будете смеяться. И на второй день, как мы только стали с ним жить вместе. Вот просто на второй день. Это было настолько удивительно, что я... Мне казалось, что у меня крыша едет, потому что такого не бывает. Я тоже этому не верила. Вчера был человек один, сегодня я вижу другого человека. Камнем преткновения между супругами стал маленький сын Элеоноры – Владислав. Эдуард не взлюбил ребенка с первой встречи. Он попросту ревновал его к матери. Он пытался нас ссорить постоянно, пытался показать, какое плохое, что там то не сделали, это плохо сделали. Сидел, играл в компьютер или куда-то ушел, там гулянь. Однажды Владику приснился плохой сон, и он, заплаканный, пришел в спальню мамы Эдуарда. Успенский, едва увидев ребенка, заорал «Вон отсюда!» Жену успокоить сына он не пустил. «Пусть растет мужиком!» С утра Элеонора была шокирована, открыв дверь спальни. Влад лежал на пороге, свернувшись в комочек. Жаловался тогда еще по-детски, я помню, лет 10 ему было. Он как-то даже, ну вот что я ему сделал плохого, ну я не знаю, я так хорошо его стихи рассказываю. Он, кстати, со стихами Дора Николаевича, он занимал призовые места в школе. В эти годы Успенский снова начал сильно пить. Элеонора пыталась помочь. Выводила мужа из запоев, вызывала врачей, сама научилась ставить капельницы. Но тот срывался снова и снова. У нас были часто такие моменты, когда вот он заводился, допустим, и пил уже водку. И тогда мне было совсем бедово, потому что я не пускала его и не покупала эту водку, и не везла его купить, а он этого требовал. С иннатами, со всеми делами, что ты такая-сихая. Потом, в своих интервью, Элеонора Филина не раз называла мужа злым чебурашкой. От бесконечных скандалов и переживаний за сына она стала часто болеть. Вывести его из себя могла любая мелочь. Элеонора Филина несколько лет терпела скверный характер мужа и думала, что сможет его изменить. Я часто слышала по ночам ссоры. Ну, скажем, не до драки, но, во всяком случае, Элеонора прилагала очень много усилий, чтобы его убедить в чем-либо. Он утром, да, он соглашался утром и говорил, да, ты права, Лера, ты права. Но через 15 минут он менял кардинально в противоположный сторону свое мнение и все. И как будто бы этой ночи не было убеждений. Последней каплей стала пустая бутылка, запущенная мужем в голову ее сына. Не вздумай бросать меня, слышишь? Успенский заслонил с собой дверь. Элеонора тяжело поставила на пол чемодан. Как только ты выйдешь за дверь, я тебя уничтожу. Всегда помни об этом. Ты никто. Многие женщины говорят, нет, ну это временно, нет, ну вот сейчас, нет, 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 сейчас вот, сейчас будет все нормально. Ну было же, ну было же, вот 10, это же не месяц, там, не год, 10 лет. Ну сейчас все вот, он сейчас потому что, а вот сейчас это потому что. Вот я каждый раз, многие женщины так делают. Понимаете, они оправдывают своих таких вот тиранов, таких, да, демонов, действительно. Эдуарда Успенского называют одним из величайших детских писателей. На его книгах и мультиках про Чебурашку, дядю Федора и кота Матроскина выросло уже не одно поколение российских детей. Критики говорят, что секрет уникальности Успенского в том, что он не заигрывал с читателем. В детских сказках описывал правдивую жизнь, где герой может страдать от одиночества. Родители могут запрещать заводить дома кота, а иногда даже наказывать детей. У него такой же парадоксальный юмор, в принципе, и его, как бы, просто оквашина, да, был бы у меня такой кот. Я, может, и не женился никогда, понимаете, да? Фраза смешная. Но, если это говорится, допустим, женщине просто, да, ну, обидно. В форме детских сказок писатель словно говорил, у каждого из нас есть скелеты в шкафу. У самого Успенского их было даже слишком много. В начале 2000-х Эдуарду поставили диагноз рак желудка. В те годы Успенский переживал не лучшие времена. Его третья жена Элеонора Филина заявила, что больше не в силах терпеть его характер и хочет подать на развод. Он же сразу сказал, он будет мстить. У него еще вот эта натура мстительная. Вот знаете, вот такая злобность мстить. Вот всех себе подчинить, а если ты не подчиняешься, я тебя отомщу. Я тебя не отпущу. Я тебя отомщу. Но известие о страшной болезни мужа изменило ее решение. Элеонора принялась бороться за жизнь Эдуарда. Пробила лечение в Германии. Уже после операции супруга завела тяжелый разговор. Эдик, ты понимаешь, вот с тобой все это произошло, остановись, подумай, что не так-то. Понимаешь, ты очень злой. Вот я просто помню наш этот разговор. Понимаешь, ты настолько агрессивный. После этого разговора Успенский задумался. Даже сказал жене, что очень хочет стать добрее. Но через пару дней Элеонора с ужасом узнала, что Успенский за ее спиной обвиняет ее в изменах. Писатель находил силы, чтобы нанять частных детективов для слежки за супругой. Элеонора уверяет, что и любовник, и сделка с недвижимостью – это плод больной фантазии писателя. Тем не менее, злость на жену придала Успенскому сил. Врачи удивлялись, но Эдуард действительно смог победить рак. Вернувшись из Германии, Успенский продолжил войну с женой. И в 2011 году Элеонора все-таки подала на развод. Все было на моих глазах. Нас, что называется, выгнали без одежды. Мы два года жили без одежды с Элеонорой. А она вообще, она без нижнего белья, что называется, ушла. После развода с третьей женой Эдуард Успенский остался в одиночестве. Ему было почти 75 лет. Тогда он вернулся ко второй жене, Елене, и женился в четвертый раз. Сейчас близкие говорят, что женщина мечтала стать единственной наследницей и достигла своей цели. В 2017 году Успенский вновь тяжело заболел. Болезнь вернулась. На этот раз рак простаты. Смертельно больной писатель облысел от химиотерапии, передвигался в инвалидной коляске, но продолжал судиться. То есть мультфильм хотел какие-то еще мультфильмы делать, ну, простоквашеного. И вот все, Успенский с ними судился, чтобы, причем, ну, я, ну, можно подумать, что вот он там не хотел, чтобы его творчество там... Нет, так нет, конечно, просто хотел денег. Фактически до самой смерти Успенский не общался с дочерью. Татьяна устала слышать бесконечные упреки и терпеть унижения. Она просто прекратила любые контакты. Сейчас даже не посещает могилу отца. У меня все, что с ним связано, это очень тяжело. Разговоры о нем, куда-то поехать. Мне намного проще, я обо всем этом забываю, расслабляюсь, и мне хорошо. Я как бы не очень стремилась к наследству, потому что я не понимала, как, если я к человеку отношусь плохо, да, как я буду его деньги получать. В начале августа 2018 года в дом писателя в деревне Пучково вызвали скорую помощь. Эдуард Николаевич потерял сознание. Когда врач предложил ему отправиться в клинику, Успенский отказался. Он знал, что осталось ему недолго и не хотел последние дни провести на больничной койке. Эдуард Успенский умер на руках у своей жены Елены. У любого человека вот далеко-далеко, далеко-далеко светится маленькая звездочка. Только почти все так посмотрели и дальше бегут. Вот надо всмотреться вот туда, почуять вот эту вот свою звезду и идти до нее, идти, идти, идти. И знать, что она вас ведет. Потому что если вы идете от болды куда угодно, ну и так и придете никуда. За многие годы Эдуард Успенский растерял всех друзей. От него отвернулась даже родная дочь. Он с детства мечтал стать великим. Обрел деньги и славу, но так и не получил главное – любовь. Успенский попросту не мог делиться этим чувством. Годами писатель тонул в собственной злобе, но отказывался принимать очевидное. Он встил окружающим за собственное одиночество и в итоге потерял даже то единственное, что имел свой уникальный талант.